Выставочные образцы, касающиеся истории, становления и развития военной финансовой службы — наглядное учебное пособие для курсантов. Осваивать специальные дисциплины с такой обширной коллекцией станет не только проще, но и увлекательнее. Римский философ Цессарон говорил «История усилийства жизни», поэтому, конечно же, знание истории специалистам финансовой службы сыграет ему добрую службу. Применяя опыт предыдущих поколений на практике и не допуская новых ошибок, специалисты рекомендуют себя как высококлассный познаток своего дела. Выставка разделена на временные периоды и тематические зоны. В экспозиции старинные монеты, документы, уникальные фотографии, современные научные труды. Здесь есть и денежные знаки 19-го века, 20-го века. Здесь есть финансовые документы времен Великой Отечественной. Есть техника, которая использовалась в финансовой службе. Очень интересно курсантам взять в руки, полистать и посмотреть на ведомости, реально сохранившиеся дела с ведомостями по начислению денежного удовольствия военнослужащим, которым более 50 лет. Среди негласных традиций военных финансистов – послание первокурсникам от выпускников. Сохранность письма обеспечивает массивный сундук, который также нашел место среди экспонатов. Год столетия создания финансовой службы вооруженных сил является для меня знаковым, ведь именно в этот год пополнил ряды вооруженных сил Республики Беларусь, что позволит стать мне офицером в третьем поколении своей семьи. Своим выбором горжусь. Непосредственное участие в создании экспозиции приняли и сами курсанты. Ценность таких коллекций со временем только растет. Раритетные экспонаты – носители истории, культуры, характера и духа народа. Они помогают осмыслить прошлое, яснее понимать настоящее и планировать будущее. Сергей Чураков, Юлия Олексенко, Александр Сотц, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok